Приветствую! Повестки по почте теперь реальность. Кто сможет получить повестку по почте и почему повестка, отправленная по почте, считается врученной, даже если человек ее не получил? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Вчера, 17 мая, на сайте Кабинета Министров Украины появилась постанова 560. Этой постановой урегулирован порядок проведения мобилизации, то есть порядок призыва на воинскую службу во время мобилизации в Украине. И в том числе этим порядком установлен процедура оповещения людей про вызов их в ТЦК ИСП. И там установлен новый способ оповещения человека путем отправки ему повестки по почте. И сейчас мы с вами внимательно почитаем текст этой постановы 560 и разберемся с тем, какие же новые правила вручения повестки дистанционно. В постанове 560 про порядок проведения мобилизации мы будем смотреть пункт 34, в котором написано следующее. Повестка про выклик резервиста або військовозобовязанного до РТЦК и ИСП. И вот далее, что тут написано. Можете быть надписано за значенными органами військового управления, засобами поштового звязку рекомендованным поштовым відправлениям, поштовым відправлениям заголошенням цінності з описом вкладення, з поведомлением про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60-х днів відведених законодавством на уточнення своїх публікових даннів, у тому числі адреси місця проживання. То есть, еще раз смотрим, четко закреплено право ТЦК и ИСП направлять повестку по почте. При этом, обращаю ваше внимание, что повестки будут рассылать не сейчас уже, не в мае месяце начнут рассылать, а после окончания вот того срока, в течение которого все должны обвиновить свои данные. То есть, рассылка повесток может начаться только после 16 июля. При этом, конечно же, они учли и какой момент. Вот этот момент. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістам або військовозобовязаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого, задекларованого місця проживання. То есть, если человек даже не обновил данные, то ТЦК и ИСП возьмёт його адрес із государственних реестрів і, соответственно, отправить повестку по этому адресу. І така повістка буде читатися відправленной надлежащим образом і врученій. Чтобы разобраться с этим вопросом, какой же порядок вручения повестки, которая отправляется по почте, ми листаємо с вами дальше і знаходимо с вами вот здесь 41 пункт. Вот он, 41 пункт постанови 560. І тут, ну, написано, да, вот первое, у разі вручення повістки особистый підпис про отримання, або відеозапись, або відеозапись доведення акта відмови від отримання повістки. То есть не имеет значення, человек получил повістку, либо отказался её получать, всё равно она буде читатися врученій. Но это мы здесь говорим о том, если лично вручається повістка. А вот смотрите пункт 2, то есть то, що касається теми нашого видео непосредственно. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Перше, день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Ну, то есть человек прийшов на почту, либо ему принесли домой, он получил этот письмо, письмо получил, і розписался за получений, всё. Повістка считається врученій. Но это ещё не всё. Смотрите, что самое интересное. Повістка будет читаться надлежащим образом врученой в день проставлення у поштовому повідомлення «Відмитки про відмову отримати поштовое відправлення», «Чи день проставлення відмитки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних». То есть, что здесь записано, какой смысл? Человек отказался от получения письма, пришёл на почту, например, и отказался, либо ему домой принесли, он отказался получать письмо. Почтальон, соответственно, делает отметку о том, что человек отказался, ну и всё. И считается, что такая повістка всё равно врученная. А также, если человек не проживает по тому адресу, который он указал при обновлении данных. То есть, если человек отправил, вернее, указал адрес ТЦК, ему туда прислали, а он там не проживает по факту, не получил это письмо, всё равно такая повістка считается врученной. Ну и третье правило, когда повістка считается врученной. То есть, если человек не обновил свои данные, ТЦК направляет повъездку, по тому адресу, который у него есть, то есть адрес, который они взяли из реестров, и если человек по этому адресу отказывается принять повестку, либо он там не проживает, всё равно повістка является врученной. Итак, подведём итоги. После истечения 60 дней, установленных для обновления данных, то есть это до 16 июля, после этого ТЦК и СП получают право рассылать повестки по почте. При этом, независимо от того, обновил человек данные, не обновил данные, ему отправят на тот адрес, который ТЦК и СП найдёт в реестре. Дальше. Если человек не получил эту повестку, отказался получать, либо он не проживает по этому адресу, повестка всё равно будет считаться врученной. И, соответственно, если человек не явится по такой повестке в ТЦК и СП, в тот срок, который был установлен в этой повестке, даже если человек не проживает по этому адресу и не знал о повестке, всё равно он будет привлечён к административной ответственности. А как мы с вами знаем, что штрафы за неявку по повестке теперь выросли в сумме могут быть от 17 тысяч гривен до 25 с половиной тысяч гривен. И, соответственно, я думаю, что ТЦК и СП в этих случаях человека будет подавать в розыск. Кстати, вопрос розыск полиции за неявку в ТЦК и СП тоже урегулирован вот этой новой постановой 560, но по этому вопросу будут уже отдельные видео. На этом у меня всё. Если вы считаете, что информация, изложенная в этом видео, была полезна вам, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. И также приглашаю вас в свой Телеграм-канал, ссылочка есть в описании к видео. На этом у меня всё. Я вам традиционно желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.